Парижский метрополитен – один из старейших метрополитенов в Европе, четвертый после Лондонского, Будапештского и Метрополитена Глазка. Открыт в Всемирной выставке 19 июля 1900 года. Метро перевозит примерно 4,5 миллиона пассажиров в день. Это второе место после Московского среди метрополитенов Европы и десятое место в мире. Первые линии метрополитена прокладывались строго под проезжей частью улиц. Отклонение от оси улиц грозило попаданию в подвалы и погреба домов. Некоторые станции имеют искривленную платформу из-за недостаточной ширины улиц. Уже к 1920 году было построено большинство линий центра, а с 1969 метрополитен связан с системой городских поездов Риар. Внешний вид парижского метро в целом не выдающийся. Оно больше функциональное, чем красивое. Станции похожи одна на другую. Выложены одинаковой белой плиткой. На сегодняшний день парижский метрополитен имеет 14 пронумерованных больших линий. Две короткие. Общая длина путей 220 километров. 302 станции, в том числе 62 пересадочные. Особенностью метрополитена являются короткие перегоны. Среднее расстояние между станциями 562 метра. Практически все линии подземные. И только 21 станция наземная. Друзья, хотим вас пригласить в атмосферу парижского метро. Наверное, самое яркое в нем, так это его музыкальность. Здесь играют везде. В вагонах, в переходах, буквально за каждым углом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А вот в Марселе метро веселенькое. Узоры из ракушек, мультяшные зарисовки, есть даже аквариум с рыбками. Метро значительно проще. Всего две линии, 24 станции, две пересадочные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довольно необычно увидеть состав на резиновых колесах. Применение подобного решения обусловлено меньшим шумом, лучшим сцеплением с рельсом, что в свою очередь приводит к более быстрому торможению и разгону. Состав значительно легче преодолевает уклоны. Все метро Марселя работает на шинном ходу. Технология шинного хода была впервые применена и опробована в Париже. Направляющую систему разработала компания Мишлен. В создании шин принимала участие компания Рено. Начиная с 1951-го, экспериментальный состав работал на опытном участке между станциями Порт-де-Лила и Пресс-Эн-Жерве, где линия была закрыта для пассажиров. Первый на шинный ход в 1956 году была переведена 11-я линия Шатле Мариде Лила. Выбор был сделан из-за того, что на линии самые крутые уклоны в Париже. Кстати, эта линия полностью автоматизирована, то есть поезда едут без машиниста. Наше курьезное знакомство с митрополитеном Парижа началось сразу же по приезду из аэропорта на поезде на Северный вокзал. Ну, мы уже почти потерялись. Следуя указателям, дошли до автомата по продаже билетов на метро. Мы долго не могли понять, как работает этот чудо-автомат. Потом еще 10 минут выбирали билет. Ну, а после того, как мы оплатили, автомат нам билета вообще не дал. Трудно описать то чувство, когда тебе грозит ночь на вокзале. Следующим утром мы приехали на разборки. Автомат проверили на мухлёж, но денег при нем не оказалось. Дело замяли. Спустя три дня он благородно вернул их нам на карту. Но этим парижское метро только добавило нам остринки. Продолжение следует...